Ну, начало пришло после того, как некие деятели от кинологии запретили вообще соревнования, запретили занятия с питболями, со стафами, с булями. Поэтому нам пришлось искать другие формы, чтобы собака могла себя проявить. Смотрели интернет, передовой опыт зарубежный. В конечном итоге выбрали для себя вот такой формат соревнований, где собака может проявить себя, может выложиться, но в то же время на этих соревнованиях она не проявляет агрессию. Поэтому вот и такой формат соревнований и пришел к нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие главные судья, участники соревнований к проведению инвестиции готовы. Я хотела бы немножко вас проинструктировать, перед тем, как мы начнем. У меня большая просьба ко всем. Очень внимательно слушать команды судьи на снарядах. Пускать собаку на снаряд только после разрешающей команды судьи. Если выпустили собаку раньше на неподготовленный снаряд, засчитываются файл-старты минус попытка. Будьте очень внимательны. Действуем каскадом. Первые 15 собак идут на первый снаряд. По окончании первый каскад идет на второй снаряд, вторые 15 собак идут на первый каскад. И так до четвертого снаряда. Пятый снаряд в бег с утяжелением будет очень красиво. Самый первый человек, который поддержал наши соревнования и все наши планы, это Насунов Михаил Иванович. Он является нашим кинологическим учителем, он является руководителем площадки и нашим поваром, который готовит вкуснейшую кашу, который и постоянно кормит всех участников. Все очень довольны и счастливы. Михаил Иванович, спасибо вам! Самая главная составляющая наших соревнований – это замечательные люди, которые нас окрушают. Первые люди, которые поддержали нас – это Екатерина Ефименко, это Варя Сухартова, это Марина-фотограф, Марина Тимофеева. Еще я хочу перечислить людей, которые находятся в нашей команде, являются нашей опорой. Это Саша, наш видеооператор, Марина-фотограф. Еще хочу отмечить одного замечательного нашего спонсора и друга – это Даши Кускула. Она является постоянным участником соревнований и спонсировала наше соревнование своим замечательным матрасиком. Аня и Андрей – кураторы дисциплины «Бег с утяжелением». Лена и Кира – секретарей всех наших спортивных мероприятий. Ну и очень много людей всегда помогают и способствуют нашим соревнованиям. Поэтому в первую очередь низкий поклон и благодарность людям. Без людей не было бы соревнований. Вместе мы сила, мы команда. Я хочу сказать о наших спонсорах замечательных. Первыми и, я бы сказала, талантливейшими нашими спонсорами стала компания «Валта», в частности, Катя Бухарова, которая является и певицей, и менеджером этой компании. Они нас всегда во всем поддерживают и помогают. Без них бы не было соревнований. К ним присоединились деревенские лакомства, живая сила, потом мясная лавка. Компания «Джина». Они всегда радуют своими великолепными, щедрыми подарками наших спортсменов. Причем не только победителей, а всех участвующих в спортивных состязаниях. К нам присоединились замечательные спонсоры, «Утиная история». Они не только спонсировали наши соревнования, но также являются поставщиками мяса для наших собак. Без наших спонсоров мы не сможем проводить наши соревнования, и наши участники не будут уходить настолько удовлетворенными без подарков наших спонсоров. Первые соревнования наши мы организовали в 2015 году. в принципе, по тем же самым дисциплинам, которые и сейчас у нас есть. Но от года в год мы улучшали, на наш взгляд, правила. Ограничили количество прыжков. Потому что получалось так, что одна собака могла прыгать в течение 40 минут, полутора часов. Это затягивалось до глубокой ночи, когда более 30 собак. Поэтому мы ограничили количество попыток. Это и ускорило, и собаке легче это было не делать там 20-30 попыток, а всего там 6-7 попыток. Собака более сохраняла свою энергию для других дисциплин. Улучшали сами снаряды. Сначала это были фанерные какие-то, сначала это была резина, резиновое покрытие. Потом мы пришли к Будаматам. Более мягкое покрытие. Собаки стали существенно выше показывать результаты. Уже на уровне лучших мировых результатов. На последних соревнованиях мы ввели новую дисциплину, безопорный барьер. Насколько она приживется, покажет следующий год. Но тем не менее, вполне удачно старт этой дисциплины был. Первая собака в нашей жизни появилась 15 лет назад. Совершенно случайно мы пришли в гости и увидели замечательного Питбулька. Маленького шестимесячного щенка. Нам так понравилось, что мы просто насели на хозяев с просьбой нам его отдать. Ну, хозяева пошли нам навстречу и отдали. Это была очень замечательная собака. Настолько добрая, настолько коммуникабельная. Но это был первый наш опыт. Мы еще не умели обращаться. Но тем не менее, собака гуляла у нас без поводка. Вот, казалось бы, Питбуль, но она настолько дружелюбная была, что она у нас гуляла без поводка. Ни с кем, никогда ни конфликтов не было, ничего. Веселая, замечательная собака была. Жаль, что она прожила у нас не очень долго, всего 8 лет. Но в нашей душе она оставила глубокий след и всегда, когда мы ее вспоминаем, слезы навертываются на глаза. Потом уже был целенаправленный подход. Мы увидели эту породу, что это настолько замечательная собака, что просто другую мы даже уже и не рассматривали никакую. Потом появилась у нас Сахара, ласково мы называем ее Шуни. Вот это была вторая наша собака и опять же настолько замечательная, что нет слов просто, нет слов просто, сказать, насколько она замечательная. Вот ей уже 11 лет. 10, да, 10, уже почти 11. У Сахара были щенки, и вот сынулю Сахариного мы оставили себе. Бася назвали Басилий Басилий. Ну, вообще его кличка Ирбис, да, но дома мы его зовем Басилий. Это пришло из мультика, вот когда про попугай Кешу, там есть в деревне приехал попугай, и когда он там метался по дому и кричал Василий, Василий, вот мы решили назвать Басю, он тоже такой был шустрый, решили называть не Василия, а Басилия. И вот мы его так назвали. Очень ласковый, очень коммуникабельный, очень подвижный, спортивный парень. Заня, ну, во-первых, мама у нас пятикратная чемпионка России по экстерьеру. Басилий тоже у нас чемпион России по экстерьеру. Ну, и сам по себе Басилий спортивный парень. Побеждал неоднократно на соревнованиях, вот в нашем формате, потому что не только мы проводим соревнования в таком формате, в Петербурге проходят они, в Москве тоже проходят неоднократно, он побеждал. Сегодня утром мы анонсировали, что мы хотим выбрать собаку в наилучшей спортивной кондиции. Собаку, которая не только выглядит хорошо, но и функционально выполняет поставленные перед ней задачи, отлично держит нагрузку и хорошо восстанавливается. По нашему судейскому мнению, собака этой собакой сегодня стал Sweet Donuts Марина Чернова. Моня, не корректируйте. Ура! Ура! Боня, владелец Мальская Виктория. Пожалуйста. Конечно. Прыгали мы, прыгали, наконец-то. Допрыгали, да. За второе место награждается Джеки, владелец катагога Анастасия. Первое место. Чернова Sweet Donuts владелец Чернова Марина. Возьмите мне телефон. Если бы это молодец. Вы не стали вы не стали мать. Стоять. Не, 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 не. Что такое? В дисциплине хай-джамп за третье место награждается Джеки, владелец катагогой Анастасия. Какая высота? Потом вывесит организаторы результаты, там можно будет всё-всё посмотреть. Третье место в безопорном прыжке. Второе место в Риду-Се брать владелец Никитушкин Виталий. Первое место в Риду-Свит-Дональд, владелец Чернова-Марина. Третье место в Уд rit. из серии драконов. Соботова Анна. Енот! Нет, нет. Енот! Никого не есть? Никого не есть. Поехали. Второе место. Для Талеровского Гройца. Слава Дарова. Поехали. Товарища, всё, что-то так. Скорее. Товарища! Ну так и будем стоять. Спасибо. Сядь, си. Товарища, не стоит. Товарища, не стоит. Энди и эпир, ты снял Екатерина. Товарища, не стоит. Поехали. Третье место, Брейфайтерс Иллюминейтед. Полетай, Фавел. Лаша, иди скорее, просыпайся. Третье место, Брейфайтерс Иллюминейтед. Второе место, Черновый Цветонов. Браво, Марина! Варя, сфоткай, понял. Первое место, Люцифер. Аплодисменты! Дисциплина, Спринт, Лоу. Фуксировка. Третье место, Один из Империи Драконов. Владельца Амонова, Анна. Аплодисменты! Аплодисменты! Третье место! Ура! 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 Буду. Один из Империи Драконов! Из Ведяной Буран. Ура! Первое место Great Fighters Illuminated Отдельная подгруппа, в которой зачет присуждается отдельно от Петхули, Стаффордов и Метисов В этом году там всего три участника, но несмотря на столь немногочисленную группу, она очень важна для нас Мы хотим поблагодарить всех участников и наградить победителя этой номинации В этом году это Баси, это владелец Варламова Елена В общем, в зачете третье место Great Fighters Illuminated, Политая и Павел Второе место, Люцифер, Станин и Екатерина Первое место, Черного Светона, Черного Марина Ура! Ура! Ну, наверное, все, что я могу сказать про собак. Собаки эти в нашей жизни, это уже наши дети. Без них уже никуда, даже не представляем себе, как это будет, что мы будем без собак. Все, наверное. Продолжение следует...